МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вместе с горкомом, с Рашкиным, Клочковым, еще 9 лет тому назад обобщили результаты обманутых дольщиков по всей Российской Федерации. Подготовили специальную записку. Я эту записку представлял президенту, объясняя, что это нетерпимо, что надо принимать меры. Затем рассматривали на государственном совете, были даны необходимые поручения, и тогда проблема стала решаться. Процентом на 30 она была решена. Но после кризиса 9-го и 14-го годов ситуация резко ухудшилась, ухудшилась почти повсеместно. У нас на сегодня 47 субъектов Российской Федерации имеют задворность перед гражданами страны. Есть регионы, где задворность очень большая. Вот эту проблему обобщал наш очень опытный депутат Клочков. Мы договорились провести здесь сиезу дольщиков для того, чтобы представить эти материалы на очередное заседание госсовета. В начале мая будет заседание госсовета. В мае будут проверять, как выполнялись указы президента. И я надеюсь, что нам удастся подтолкнуть решение этой проблемы, подтолкнуть довольно энергично. Я хотел бы несколько слов сказать по содержанию сегодняшнего мероприятия, по тем планам. Наверное, главный вывод, что единственной возможностью, которая долгое время существовала для улучшения жилищных условий, а порой и решения их, являлись вопросы социальной ипотеки, вопросы кредитного приобретания объектов недвижимости на стадии незавершенного строительства. Но в итоге мы получили совершенно обратную реакцию, когда, участвуя, по сути, в рискованных сделках, граждане оказались на улице. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, мы получили информацию из 40 регионов по 187 объектам. Сегодня делегатами на наш общероссийский съезд зарегистрировано 575 представителей от 28 регионов, которые смогли доехать. Наша главная задача сегодня не констатировать ситуацию, предложить конкретные решения. И более того, понимая невозможность зачастую региональных властей пойти навстречу дольщикам, с одной стороны, с другой стороны, невозможность финансовых обеспечить, предложить федеральной власти пути решения данной проблемы. Потому что часть вины на подобной ситуации лежит и на федеральных региональных властях, которые не обеспечат должного внимания и контроля за расходы денежных средств. Сегодня мы пригласили представителей как профильных строительных ведомств, так и правоохранительных органов. В части правоохранительных органов тоже есть большой аспект для доработки, в части отсутствие механизма реализации уголовных дел. Потому что лишь 10% уголовных дел доходит до судов. Поэтому сегодня вместе с дольщиками, обобщая всю аналитику и подготовив предложение, я думаю, что мы сможем на ближайший госсовет Геннадию Андреевичу предоставить полный набор материалов и заставить власти сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Решения вполне очевидные. Ну, во-первых, мы встречались с Бастрыкиным в свое время, и он активно поддержал Следственный комитет. Если вы решили поддержать застройщика, вы обязаны определить четко порядок. Под любым объектом, под строительством любого объекта стоит подпись. Или руководители района, или его заместители, как правило, первого. Кто отвечает за стройку или в целом за район. Деньги, которые собираются, надо аккумулировать на определенном счету, без права их переправлять куда угодно, кроме на объект, на который сдали граждане. И уверяю вас, если бы 3-4 эти поправки, а мы их готовили, были приняты в закон, то уже бы не прибавилось ни одного дольщика, который обманули. Было бы невозможно, ты, вставив подпись руководителя района, знал, что ты будешь отчитываться своим имуществом районным за эту стройку, будешь гарантировать своим имуществом. И одновременно, возможностью, если не выполнишь или украдешь, сесть в тюрьму. Неотвратимость наказания тогда будет гарантирована, а ответственность первых лиц и финансовых институтов будет строго определена. Я давно наставил на принятии такого решения. Но, видимо, есть очень влиятельные люди, которым выгодно с каждого квадратного метра иметь свою долю, им сдув, и продолжать грабить население таким образом. Мы считаем это не только недопустимо, абсолютно непозволительно. Я уверен, что эта задача решаема, если заняться ей всерьез. Мы занимаемся всерьез и надеемся на поддержку, прежде всего, руководства страны. Недавно премьер отчитывался у нас в Думе. Мы еще раз эту задачу обозначили предельно конкретно и жестко. Подготовим материалы. Вот сейчас на нашем съезде сверим часы, соберем все последние данные. И этот материал в первой декаде мая ляжет на стол президента. Приблизительно сколько дольщиков сейчас в стране насчитывается? Нет, и обманутых? Не приблизительно 150 тысяч. Коэффициент семейности 3-4. На 3 умножать 450-500 тысяч обманутых граждан. Только в Москве 29 тысяч. По тем данным, которые есть у меня, Московская область не менее 7 тысяч. Я думаю, что цифра гораздо больше, но в силу просто выявленных объектов благостроя. Санкт-Петербург, Ленинградская область 44 тысячи, Краснодарский край почти 3 тысячи. И в целом, по той информации, которую мы даже обобщили, имеем конкретные объекты, не менее 100 тысяч по нашим объектам. Плюс аналитика министерства, где-то 150 тысяч человек. Кстати, в министерстве многие абсолютно заинтересованы решить эту проблему. На мой взгляд, если за нее взяться, ее можно решить в течение текущего и следующего года. Решить полностью. По крайней мере, мы настроены решать ее таким образом. И, надеюсь, добьемся соответствующего решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова